Подписка подписчиков Сам список подписчиков Небольшую статистику по списку И 7 кнопок, которые позволяют осуществлять основные операции со списка Давайте рассмотрим каждую из этих частей по порядку Статистика по списку отображается в самом начале первого модуля И включает в себя следующие показатели Всего подписчиков То есть это общее количество подписчиков, которые есть в вашем списке Далее новых за сегодня То есть сколько подписчиков новых пришло в ваш список сегодня По фильтру поиска Здесь отображается какое-то значение Лишь в случае, если вы сделали выборку во втором модуле Получают серии Здесь отображается количество подписчиков Которые на данный момент получают ваши письма серии И далее указывается количество активированных подписчиков в списке То есть это те подписчики, которые подтвердили свое желание получать от вас рассылку Именно эти подписчики получают ваши письма Не активированных Это те пользователи, которым было отправлено активационное письмо Но которые еще не подтвердили своего желания То есть не перешли по ссылке в активационном письме Несуществующие Это те подписчики, которым мы отправляли письма Но в ответ получили от почтовых сервисов Системные сообщения о том, что данный email адрес Либо не существует, либо переполнен То есть он не может получить письма Пассивные Это те подписчики, которые были добавлены вами вручную Или импортированные Но им еще не было отправлено активационное письмо Чтобы они смогли подтвердить свое желание получать от вас рассылку Давайте далее перейдем непосредственно к самой табличке со списком В данной таблице есть 7 столбцов Первый столбец В нем отображаются email адреса подписчиков Второй столбец Мобильный номер Третье имя Четвертый фамилия Пятый пол Шестой очередь В столбце очередь отображается тот факт Если подписчик на данный момент получает ту или иную серию писем Если он не получает серии писем То указывается значение свободен И последний, седьмой столбец необходим для того Чтобы вы могли выбрать подписчиков вручную Отметив чекбоксы, которые имеются напротив каждого подписчика Также если вы нажмете здесь сверху на самый верхний чекбокс То будут выбраны все подписчики, которые отображены на экране Также хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, что email адрес каждого подписчика является ссылкой При нажатии на email адрес вы сможете просмотреть дополнительные данные этого подписчика При этом следует отметить, что данный функционал доступен только в платных пакетах нашего сервиса Давайте посмотрим, каким образом будут отображаться все данные подписчика Они отображаются следующим образом Вы видите, когда человек был добавлен в список Каким образом он попал в список В данном случае через ручное добавление Мы далее это рассмотрим Какие группы он включен, на какую рассылку подписан И также у вас есть возможность отредактировать его данные, если в этом есть необходимость Давайте вернемся к самому списку подписчиков Есть также обозначения, которые отображаются с этого краю, с левого краю И они идут перед самим email адресом Есть всего 4 обозначения Зеленый треугольник означает, что подписчик активирован То есть он подтвердил свое желание получать рассылку Желтый треугольник означает, что подписчик не активирован То есть он получил активационное письмо, но еще не подтвердил свое желание получать рассылку Черный треугольник означает, что подписчик не существующий. И красный треугольник означает, что подписчик пассивный. Далее перейдем к самим кнопкам. То есть это те операции, которые вы можете осуществлять с имеющимся у вас списком подписчиков. Есть кнопка «Добавить». Эта кнопка позволяет вам добавлять email-адреса вручную по одному. Зачем вам может понадобиться данная функция? Предположим, у вас есть знакомый или ваш партнер, который попросил вас, предоставив вам визитку и явно изъявив свое желание, чтобы вы подписали его на рассылку, попросил вас подписать его вместо него. Вы добавите его email-адрес, отправите ему активационное письмо и он уже сам подтвердит свое желание получать от вас рассылку. При этом очень важно отметить, что добавлять адреса, владельцы которых не просили вас подписывать их на вашу рассылку, ни в коем случае нельзя. Впоследствии, если мы получаем жалобы от подписчиков, что они никого ни о чем не просили, но их насильно добавили, без их воли, мы будем вынуждены заблокировать авторский аккаунт. Далее идет кнопка «Удалить». Она нужна, как понятно, для того, чтобы удалять подписчиков. Настоятельно просим вас быть очень аккуратными с данной кнопкой. Ни в коем случае не удаляйте подписчиков, если вы на 100% не уверены, что вы хотите это сделать. Если вы хотите удалить одного-двух подписчиков, трижды проверьте, что выделили именно этих двух подписчиков и больше никаких других подписчиков не выделяли. Если вы не выбираете ни одного подписчика и нажимаете ту или иную кнопку, включая кнопку «Удалить», то берется общая выборка, то есть абсолютно весь список ваших подписчиков. Если я сейчас нажимаю на кнопку «Удалить», я вижу модальное окно, которое появляется, где написано, что «Будьте предельно внимательны» и далее уже в конце есть выбор «Удалить» или «Отменить». Поэтому будьте действительно предельно внимательны с этой функцией, а именно с функцией «Удалить». Подписать. Эта кнопка нужна для того, чтобы подписывать подписчиков на ту или иную серию писем. Отписать. Соответственно, отписать подписчиков от той или иной рассылки. Присвоить. Кнопка нужна для того, чтобы присваивать метку рассылки, метку группы или присваивать тот или иной канал. Экспорт. Кнопка «Экспорт» позволяет вам экспортировать, то есть сохранить в отдельный файл весь список ваших подписчиков. Зачем вам может понадобиться данный функционал? Во-первых, если вы хотите время от времени делать резервную копию всего вашего списка. Мало ли что может произойти, а так у вас всегда будет ваша копия подписчиков. Ведь список подписчиков – это ваш самый главный актив. Поэтому время от времени делать резервные копии очень даже полезно. Ну и, конечно же, вторая ситуация, когда вам может понадобиться эта функция, если вы решили переходить на другой сервис. Мы, конечно, надеемся, что такого желания у вас не возникнет, но в любом случае мы обязаны предоставить вам такую возможность. И последняя кнопка «Активировать». Она нужна в случаях, когда ваши подписчики не существующие или пассивные. То есть, когда они еще не получали активационных писем. Вы хотите их выбрать, отправить им активационное письмо, чтобы они либо подтвердили свое желание получать от вас рассылку, либо полностью были удалены из вашего списка. И давайте разберем напоследок второй модуль. Речь идет о фильтре поиска. Это очень гибкий фильтр, который позволяет вам делать какие угодно выборки. То есть, выбирать подписчиков по интересующим вас критериям. К примеру, вы можете выбрать подписчиков, которые подписывали за весь период, за сегодня, за вчера, за последнюю неделю, либо указать этот период вручную с помощью данных календарей. Вы также можете выбирать подписчиков конкретных рассылок, либо наоборот, подписчиков, которые не принадлежат выбранным рассылкам. Ситуация с списком абсолютно такая же, как и в предыдущих случаях. Если вы хотите выбрать сразу несколько рассылок, просто удерживайте Ctrl, если вы используете Windows, или Command, если вы используете Mac. И выбираете сразу несколько рассылок. Кажется, все очень просто, но обратите внимание, что здесь есть еще одна ссылочка «Добавить условия». В данном случае, если вы нажимаете на «Добавить условия», получается очень хороший функционал. Появилась строка, которая позволяет вам сделать нужную вам выборку. В первом столбце вы указываете название поля, по которому хотите искать. Допустим, это будет состояние имейл-адреса. Далее, условия «Равно-не равно» и критерий поиска «Активный», «Активирующийся», «Пассивный», «Несуществующий». То есть, вы можете выбрать из имеющихся вариантов. Если это отчество, то, как вы видите, условие меняется. Оно уже не «Равно-не равно», а «Включает-не включает». И критерий поиска вы указываете уже вручную. То есть, по каждому типу поля условия и критерии поиска разные. Они полностью зависят от того, какое это поле. Если вы выбираете поиск по полу, то, соответственно, условие «Равно-не равно», «Неизвестен мужчине», «Женщине» и так далее. Следует отметить, что вы можете добавлять несколько условий, а точнее столько условий, сколько посчитаете нужным. Для удаления того или иного условия просто нажимаете на данную корзинку. На этом, в принципе, все по разделу «Список подписчиков». Далее мы рассмотрим, как отправлять одно письмо вашим подписчикам.